Всем добрый день! Меня зовут Евгений. Как сказал Александр, я являюсь независимым разработчиком, а также экспертом Java. Сегодня я хочу рассказать вам о такой вещи, как асинхронная обработка данных в веб-приложениях на Java. Посмотрим, каким образом мы можем отправлять данные асинхронно, каким образом мы можем обрабатывать эти данные на стороне сервера стандартными средствами, а также средствами Spring MVC. Вот основные три вопроса, которые мы сегодня затронем. То есть причины, следствие тяжеловесных задач, откравка, обработка. В первую очередь хотелось бы поговорить о причинах использования асинхронной обработки данных. Что это такое, зачем нам это нужно. Все вы знаете, что пользователи часто отправляют данные в веб-приложение. В веб-приложении должно эти данные обработать. И обработка данных может занимать определенное время. Пользователь хочет в это время получить какой-то ответ или хотя бы увидеть прогресс в выполнении этой задачи. Собственно говоря, причина необходимости — это обработка данных пользователя. Возможно, запрос поисковый. Возможно, запрос, связанный с валидацией его данных в привязке к каким-либо структурам данных, а также парсинг данных и выдача результата пользователю. Возможно, это будет обращение к каким-либо внешним ресурсам вашего приложения после запроса. Подключение к внешним REST API либо вашим REST API. Использование GMS для отправки сообщений к какому-то конкретному destination. То есть все, что использует внешний ресурс, также может замедлять выполнение вашего кода. Помимо этого, возможно, выполнение медленных запросов. Под медленным запросом в данном случае я подозреваю не то, что не оптимизированные запросы, а запросы, которые выбирают очень много данных, джойнет их. Я сталкивался с подобным довольно-таки часто. Возможно, это работа с потоками ввода-вывода и выгрузка файлов и загрузка файлов в том числе. Это краткий список, но не полный список того, что может привести к замедлению выполнения кода. Следствие подобного замедления – это отсутствие понимания пользователя, что вообще происходит. То есть что делает ваше приложение. Оно сейчас работает. Либо, возможно, у пользователя обрыв связи, дисконнект, либо приложение зависло. Это бывает. Это следствие. Следствие также может быть отсутствие дополнительных действий. Если это онлайн-чат, если это что-то, что должно отображать состояние приложения, информацию о сервере, информацию о нагрузке на само приложение, то есть то, что мы можем подгружать асинхронно, либо в процессе выполнения этого действия пользователю. А также основное следствие – это увеличение время отклика приложения в случае, если приложение высоконагруженное. Сейчас вы знаете, что очень много мобильных устройств. Все мобильные устройства могут выполнять запросы к веб-приложению, то есть выступать в качестве тонкого клиента. И при увеличении количества клиентов ваше приложение будет страдать в плане производительности. Конечно, можно масштабировать его горизонтально, вертикально, но можно попытаться как-то обработать запросы тем, что есть у вас по сути. То есть основная проблема, которую мы хотим решить – это обработка длительных по времени операций и понимание того, что пользователь видит этот процесс. Существует несколько подходов для обработки данных, которые передаются от пользователя. То есть я хочу изначально обсудить этот момент – каким образом мы передаем данные. Один из способов, самый стандартный – это использование постзапроса и нашей формочки. Здесь есть несколько примеров, которые позволят продемонстрировать этот подход. Давайте посмотрим изначально, как это будет выглядеть в вебе. Вот есть небольшая страничка со ссылками на вьюшки, которые будут выполнять запросы, а также ссылки на сервлеты. Вот простой пример передачи параметров через пост. Мы видим формочку, куда постить, то есть и как передавать данные. Нажимаем пост, видим валидацию данных на сервере, можем ввести данные, видим результат работы. Все хорошо, но, во-первых, в данном случае передача данных выполняется неосинхронно, мы видим, что наша страничка обновляется. В случае, когда у меня это работает локально, я быстро перехожу, форвард происходит, то есть все хорошо. Но в высоконагруженном соединении могут быть потери производительности и пользователь не всегда понимает, почему он куда-то должен перейти, куда он должен вернуться, то есть почему меняются URL и как вообще это все происходит. Хотя в контексте форварда, конечно же, ничего не меняется. Вот наш сервлет, который отвечает за простейшую обработку. Настройка посредством аннотации, а также выбор XML. То есть мы видим обработку пост запроса, прием параметра. Понятное дело, что мы используем в демонстрационных целях минимум, по сути это прототип, минимум кода для проверки, валидации данных. То есть если пользователь передал данные, мы отвечаем привет, если нет, введите сообщение и форвард. Самая простая проверка, у которой есть свои плюсы, свои минусы. Самый простой, по сути, способ передать данные. Второй способ, который мы можем использовать, это JavaScript. JavaScript позволит нам избежать форвардов и редиректов в случае использования стандартного способа формы. Вот, как я его называю, такой небольшой JavaScript. То есть очень небольшой JavaScript, который, по сути, позволяет по ID элемента извлечь значение и отправить его при клике на сервер по указанному destination. Давайте посмотрим, как это отработает, а потом поговорим о том, какие плюсы и какие минусы. Обратите внимание, подобная страничка форвардов не происходит, то есть все у нас отрабатывает довольно-таки плавно, гибко. Все хорошо. Но, во-первых, недостаток этого способа заключается в том, что мне приходится проверять, действительно ли браузер, который использует мой JavaScript, поддерживает стандартный объект HTTP, XML HTTP request. Потому что в некоторых браузерах Internet Explorer была своя реализация через ActiveXObject. Насколько я знаю, в 10 версии Windows появится еще один браузер. То есть Internet Explorer будет замещен, и мне придется редактировать мой JavaScript для корректной работы. Во-вторых, все-таки это JavaScript в чистом виде, и хотя код работает отлично, он занимает небольшой кусок HTML-странички, даже либо файлы, если мы его вынесем в отдельный файл, ну и требует постоянной поддержки, как я уже говорил. То есть код, я думаю, всем понятен, ничего нового нет. Более простой способ, более оптимальный, это использование Ajax, который встроен в jQuery, либо любого другого фреймворка на JavaScript. В данном случае страница у нас будет выглядеть более компактно. Подключение jQuery. Я подключил локальный скрипт, не подружал его из CDN, то есть из внешнего источника. На самом деле планировал сделать небольшую, ну немного по-другому этот пример. То есть планировал использовать плагин для jQuery, jAsung, который более, так скажем, плавно вписывается, более легко вписывается в тему доклада. Но оказалось, что сайт, на котором постится этот плагин, сейчас не работает, поэтому на всякий случай перестраховался из jQuery. Мало ли что произойдет. То есть мы видим подключение библиотеки jQuery, мы видим небольшой скриптик, который биндится, привязывается к нашей формочке. Обратите внимание, что форма наша полноценная, то есть есть метод post, есть action и есть submit. В скрипте получаем ссылку, привязываемся к input и привязываемся к обработчику клика на наш submit. Извлекаем из формы данные и в случае успеха возвращаем данные по ID в наш div. Работает абсолютно таким же образом, как формочка с JavaScript, но преимущество данного подхода будет заключаться в том, что данный подход позволит нам отправлять запросы в случае, если у пользователя будет отключен JavaScript. Это на самом деле не такая редкая ситуация. Я сам использую активно плагин, который позволяет блокировать сторонний JavaScript. Использование jQuery в привязке к реальной форме позволит передавать данные, даже если JavaScript отсутствует, то есть выключен в браузере на странице. Видим, все работает. Для обработки данных от странички с JavaScript либо jQuery используется простой сервлет с реализацией метода dupost. В этом случае данные уже помещаются не в атрибут реквеста, а помещаются напрямую в баде ответа с использованием райтера, извлеченного из-под респонза. Здесь вы видите куски HTML. На самом деле понятно, что так делать не нужно. Опять же напомню, это прототип. Задача была просто быстро показать эту возможность. Способов передачи данных возможно существует больше, но этого нам достаточно для того, чтобы понять, каким образом мы можем обработать данные на стороне сервера. Пост, JavaScript, jQuery. Обработка данных приложением на сервере. Наиболее часто в случае, когда мы просто принимаем эти данные в dupost, как в этом примере. Делаем какое-то действие, отображаем результат в потоке ответа либо атрибутами на отдельной вьюшке. В случае повышения нагрузки на приложение можно, конечно, масштабировать все это горизонтально, ставить балансировщик, объединять кластера, сервера в кластер, придумать еще что-то. Обычное решение, с которым я сталкивался у многих разработчиков, это ничего не делать. Большая нагрузка. Окей, увеличили количество серверов, сбалансировали. Ну, в принципе, худо-бедно работает. Но ведь преимущества самого сервера еще не реализованы. Я очень часто слышу от многих начинающих разработчиков, разработчиков, которые переходят на Java, следующую фразу. Зачем нам учить многопоточность? То есть, если мы ориентируемся на Enterprise, ведь в Enterprise используются сервера. Сервера сами управляют потоками. Зачем учить? На самом деле, поверьте мне, знание потоков, причем не на базовом уровне, в Enterprise и в вебе в частности, очень сильно помогает. В том числе и поможет сейчас нам. Вы знаете, возможно, не знаете, но сейчас узнаете. Но стандарт Java приложений WebApp, версии 3 и выше, чудесно поддерживает асинхронное выполнение задач на стороне сервера. В этом нам поможет обновленная спецификация 3.0, 3.1 в данном случае, плюс отдельный объект Async Context. Объект позволяет запускать асинхронное выполнение действия на стороне серверного компонента. Давайте посмотрим, как это отработается. В данном случае вы видите простейший сервлет, который будет выполнять действие. Вот он. То есть здесь нет ничего асинхронного. В качестве примера я использую DoGet. То есть получаем запрос, выполняем какое-то действие, выводим сообщение. В случае, если я захочу выполнить что-либо асинхронно, я буду использовать вот такой код. простой асинхронный сервер. При выполнении к определенному запросу я могу из-под объекта реквеста вызвать метод StartAsync, который позволит мне выполнить асинхронные операции. Асинхронные операции. В данном случае я использую реализацию RUN обловлямди, создаю экземпляр потока и выполняю нужное мне действие. Обратите внимание на вот этот кусочек кода. Он будет использоваться чуть-чуть позже. В случае, если вы используете асинхронность на стороне сервера и хотите выдавать клиенту результат работы в процессе выполнения вашего кода, вы не используете стандартный Print Writer HTTP Serlet Response. Потому что у вас есть возможность извлечь Writer из-под асинхронного контекста, из-под его респонза. А это в свою очередь даст возможность динамически возвращать данные в процессе выполнения запроса, пока он еще не завершен. Давайте посмотрим, как у нас работает этот пример. Обратите внимание на вывод. Имя потока. В первом варианте у нас был вывод потока. По сути, это поток, который находится в пуле самого веб-сервера. Во втором варианте это уже ваш поток. Все хорошо, но в случае выполнения обычной асинхронной операции у нас может быть повышенная нагрузка на наш сервер. Это может привести к утечке памяти. Потому что потоки выполняются тогда, когда пользователи выполняют запросы, и мы их не контролируем. Поэтому очень неплохо было бы вообще такие вещи обрабатывать. Мало того, что в отдельном независимом потоке, еще и помимо этого необходимо каким-то образом выстраивать потоки в очереди, для того чтобы пользователи гарантированно в определенные промежутки времени получали результат своей работы. а не так, что выполнил запрос и через 10 секунд получил результат ответа, а кто-то успел это сделать за 2 секунды. В следующем примере мы рассмотрим, как это сделать, скажем, простым способом с использованием реализации коллекции «Очередь» и «Веб-слушатели». Смотрите, вот такая у нас есть реализация. Обратите внимание на сам сервлет. Все, что делает сервлет, он всего-навсего, создавая асинхронный контекст, помещает его в метод add. AsyncTaskExecutor в нашем случае – это listener. Вот такой вот listener. Внутри listener у нас реализован набор запросов, то есть по сути очередь, и реализован основной поток, в котором будут выполняться обработки добавленных запросов. Реализация инициализации слушателя, то есть инициализация контекста нашего сервлета, потому что мы привязываемся к контексту сервлета в нашем слушателе, и реализация метода context destroy. После инициализации контекста у нас происходит следующее. У нас создается основной управляющий поток обработки запросов, который в бесконечном цикле будет проверять, есть ли задачи в нашей очереди. Если задачи есть, тогда мы будем выполнять асинхронную задачу, возвращать результат и завершать выполнение асинхронного контекста. В случае, если не будет у нас задач в нашей очереди, этот код будет заблокирован, поскольку особенность реализации коллекции blocking queue заключается в том, что если задач нет, тогда вызов метода получения из хеда нашей коллекции приведет к блокировке контента, то есть блокировке выдачи содержимого коллекции до тех пор, пока не будет что-то добавлено. Вот таким образом у нас реализуется обработка этих данных, мало того, что в отдельном потоке, который регистрирует слушатель, запускает его, еще и в отдельной коллекции в порядке очереди. Обратите внимание на вот этот кусочек кода. Для того, чтобы избежать вытечек памяти, связанных с работающими потоками, в обработчике уничтожения нашего контекста я вызываю метод interrupt. Понятное дело, что желательно, конечно, было бы проверять, действительно ли поток находится в состоянии перерывания, для того, чтобы дождаться его завершения, но в большинстве случаев этого вполне достаточно. Thread interrupt будет выполнять попытку уничтожения нашего потока, хранящего запросы. Вот такой вот несложный пример. Он у нас доступен вот по этой ссылочке. Давайте его запустим, посмотрим. Видите? Task completed by Thread 6. То есть шестой поток завершил свою работу. Здесь возможно небольшое подтормаживание, кстати, выполнение нашего приложения, оно связано с тем, что система немножко у меня перегружена, в фоне работает сервер плюс режим конференции. Я думаю, это не повлияет на общее восприятие примеров. Наша коллекция это хорошо, но было бы неплохо еще и задействовать пул. Пул, по сути, позволит нам ограничивать количество активных потоков, которые будут выполняться на стороне сервера. То есть пул в нашем случае будет играть некую промежуточную роль балансировщика. С одной стороны он будет запускать все задачи в отдельном потоке, который будет отрабатывать в пуле, а с другой стороны будет параметром ограничивать количество активных задач, которые должны выполняться. То есть мы таким образом будем балансировать нагрузку на наш код, нашу логику. Мало того, что мы можем использовать пул, мы еще и в следующей реализации сможем отслеживать какие-либо промежуточные либо финальные результаты выполнения нашего кода путем реализации и имплементации Asung Listener. Этот пример несколько более громоздок. Вот он. Расположен в трех отдельных пакетах. Вот как он выглядит. У нас есть отдельный сервлет Asung Long Running. Обратите внимание на вот этот параметр Asung Supported. Я упустил этот момент, когда начал рассказывать о асинхронности. На самом деле спецификация 3.0 подразумевает включение режима асинхронности. Это можно сделать, кстати, тремя способами. Либо передав в качестве параметра аннотации Asung Supported True, либо написав параметр Asung Supported в конфигурации через XML, либо явно установив сеттером в реквесте параметры по ключу Org Catalina, Org Apache Catalina Asung Supported True для реквеста. В данном случае мы видим сервлет с поддержкой асинхронности. Метод doGet, который запускает асинхронный контекст, добавляет слушатель для отслеживания состояния нашего контекста. Мы видим наш слушатель с реализацией четырех методов. OnComplete, OnError, OnStartAsung, OnTimeout. В этом слушателе мы можем логировать информацию о том, что сейчас происходит с задачей. Можем выдавать информацию пользователю, получая из-под нашего объекта ивента асинхронный контекст и асинхронный ответ для выдачи результата. То есть, по сути, очень удобный механизм. Мы можем для асинхронного контекста после добавления слушателя установить тайм-аут. Очень полезный функционал, если операция занимает время большее, чем мы устанавливаем. В случае, если операция фоновая асинхронная занимает большее время, наш асинхронный контекст завершит выполнение задачи и отработает в слушателе тайм-аут. Таким образом, мы можем сказать пользователю, что он либо установил фильтры в выборке данных слишком сложные, то есть наше приложение не может отреагировать в нужное нам время, либо что-то пошло, возможно, не так при обращении к внешним ресервисам либо внешнему функционалу. Так, что-то у меня здесь подвисло немножко. Так, есть. После этого мы, обратите внимание, получаем ссылку на экзекьютор сервис. То есть, экзекьютор сервис – это пул, который будет добавляться слушателям нашего контекста. Опять же, применение листенеров. Создаем листенеров, который будет добавлять в контекст сервлетов пул по атрибуту. То есть при старте нашего контекста для веб-приложения будет добавлен в контекст ссылка на пул по атрибуту экзекьютора. При уничтожении мы вызовем метод shutdown для того, чтобы завершить все добавленные задачи. В принципе, вы наверняка работали с пулами, можете доработать этот функционал, вызывая метод shutdown now, если вам нужно остановить добавление всех задач, помещенных в пуле, и вернуть список невыполненных задач. Возможно, его все реализовать, запустить при следующем старте приложения. Это уже ваш выбор. То есть, как вы будете обрабатывать работу с добавленными задачами в пуле. В сервисе получаем ссылку на наш пул и садмитим нашу асинхронную задачу, передавая созданный контекст. Здесь вы видите реализацию интерфейса Renable для выполнения асинхронной задачи. В конструкторе передача контекста различная логика и работа с нашим асинхронным потоком вывода данных, завершение и завершение нашего асинхронного контекста. асинхронного контекста. Данный пример особен тем, что в его работе вы увидите как раз тот механизм, для которого предназначалась асинхронность. То есть, мы можем с помощью нашего асинхронного контекста без завершения респонза во время выполнения тяжелой задачи возвращать промежуточные результаты выполнения этой задачи. Смотрите, как это выглядит. Не знаю, насколько WebEx даст возможность все это плавно отрисовать, но выглядеть это будет вот таким образом. Видите, у нас отрабатывает асинхронная задача без дисконнекта, то есть, без завершения ответа от сервера. Мы можем в браузер, в response body выводить промежуточные результаты. То есть, по сути своей, ничего не мешает нам обрабатывать тяжеловесные задачи, создавая таймер в JavaScript, обращаться к промежуточному серверу, который будет выдавать пользователю во вьюшку результат обработки его данных на стороне сервера. Это позволит как раз решить проблемы понимания пользователям, что действительно что-то происходит. Мало того, подобные асинхронные задачи позволяют разгрузить функционал самого сервера, поскольку мы создаем наши потоки, мы их пулируем, мы их ограничиваем на сервере, мы ими можем управлять в случае необходимости. Это то, что касается самого асинконтекста и обработки асинхронных задач на сервере. Ну и, конечно же, Spring. Если у вас в проекте используется Spring, нет смысла создавать отдельный сервер, который будет асинхронно вам обрабатывать данные для пользователя. В этом случае мы можем использовать вот такой функционал. Обратите ваше внимание. У нас есть простейший контроллер, обрабатывающий пост-запрос. В этом контроллере присутствует метод hello, возвращающий объект callable. Как вы знаете, callable – это один из интерфейсов, позволяющий создать асинхронную задачу, но особенность его в том, что он позволяет вернуть результат асинхронной задачи. Это интерфейс generic. Создаем метод hello, который будет принимать параметры запроса userName, переменной stringName. Параметр специально установлен в requiredFault. Кто не знает, это параметр, который говорит о том, что данный параметры запроса может отсутствовать. И тогда Spring поместит сюда null значение. И возвращать будем строковой результат. Обратите внимание на следующий момент. Когда Spring, начиная с версии 3.0, видит возвращаемый результат в виде callable, он по умолчанию будет отрабатывать в отдельном потоке реализацию метода call интерфейса callable. И возвращать результат мы будем в нашем случае в ResponseBuddy. Для настройки этого проекта мы будем использовать компонент scan, то есть где находятся наши контроллеры. MVC annotation driven. Нам необходим для того, чтобы применять ответ в баде, возвращать ответ в баде самого ответа. MVC resource mapping. Очень специфичная настройка. На самом деле относится к ресурсам. Дело в том, что я хочу на примере показать использование запроса средствами JavaScript, то есть самого JQA. А поскольку я буду выполнять запрос через диспетчер сервлет, спринговый, диспетчер сервлет может не пропустить JavaScript. Поэтому мне нужно указать этот параметр для маппинга ресурсов. Если браузер обратится к веб-приложению и запросит HTML, либо CSS, либо... Вернее, не HTML, извините, JavaScript. JavaScript, CSS, какой-то графический ресурс. Нужно, чтобы спринг разрешил этому запросу попасть по нужному нам назначению. Возврат результатов в случае успеха, либо фейла на основе данных пользователя. Вот таким образом это будет выглядеть. Простейшая формочка с использованием JQA. запрос, ответ. Вот эти результаты, они возвращаются как раз от нашего контроллера. Общий алгоритм обработки подобных асинхронных операций в Spring MVC, в самом контроллере, выглядит следующим образом. Клиент выполняет запрос. Контейнер сервлетов выделяет поток и спускает в нем функционал сервлета. Сервлет средствами Spring за нас вызывает запуск асинхронного контекста, сохраняет контекст и выполняет прописанные нами действия. После выполнения сервлет завершается, но сервлет-респонс остается открытым, поскольку другой поток выполнения будет извлекать этот тассион контекст и завершать ответ, возвращая клиенту результат. Вот таким вот образом отрабатывает этот функционал. Код намного компактнее, намного проще и вполне функционально рабочий. Этот пример, который я вам сейчас показал, я чуть позже, после конференции, но, скорее всего, завтра залью на Bitbucket. Кому нужно, потом склонируете все это себе локально, запустите, посмотрите и поиграетесь. Что я хотел еще сказать по поводу тестирования. На самом деле все, что мы сейчас видим, все, что работает на сервере, для нас не совсем визуально. Вы сейчас видите вот эту страничку, которая отрабатывает. Для вас она выглядит как обычная страничка. Я сейчас один работаю с этим приложением, все хорошо, но я не могу в полной мере протестировать преимущество того, что я показал. На самом деле существуют инструменты, которые позволят нам это сделать. В более простом случае это, возможно, такая утилита, как SIG, очень неплохая утилита нагрузочного тестирования веб-приложений под Linux. Это, я не знаю, там такая же утилита, допустим, аналогов ГЭТа под Linux, Курл, который позволяет тестировать REST-сервисы в том числе, а также выполнять запросы к вашему приложению и посмотреть заголовок ответа, что происходит. Очень неплохая утилита, которую можно использовать для тестирования этого приложения, это Jmeter. Очень мощная вещь, которая позволяет шикарно проверить функционал. Вот она у меня здесь отдельно выложена в папочке. Смотрите. Вот такая вот утилита с использованием свинга. Да, свинг-фреймворк, конечно, специфичен в Java, но тем не менее. Свою задачу она делает. То есть утилита позволяет очень быстро вам набросать тестовый план нагрузочного тестирования для вашего приложения с указанным количеством пользователей, с последовательностью запуска, с тайм-аутами. Сохранить влог либо в виде табличных данных и в виде графиков отобразить поведение вашего приложения. То есть можно, допустим, в самом простейшем случае добавить какую-то группу пользователей, указав, допустим, количество пользователей, которые будут одновременно выполнять запросы. Указать количество этих тестов, запустить три раза по 200 пользователей, либо в бесконечном цикле запускать каждый раз 200 подключений. Добавить в группу можно различные слушатели, которые позволят вам анализировать ситуацию, то есть результат работы вашего приложения. Допустим, отображение табличных данных. Обратите внимание, что в простейшем случае все это добавляется в TradeGrab, то есть добавление в группу, а не в тестовый план. Добавить, допустим, общий результат всех запросов. Мы можем видеть, сколько было запросов выполнено, какая девиация этих запросов, то есть прошли запросы, не прошли, тайм-аут, количество ошибок, количество запросов в секунду к приложению. Ну и, собственно говоря, основной момент, который мы будем тестировать, это наш HTTP request, позволяющий задать сервер, допустим, localhost, указать порт, который мы будем использовать при обращении к нашему приложению 8080. Указать метод. Обратите внимание, что есть методы не только GET и POST, а также методы, которые могут использоваться в REST full-сервисах, то есть тот же PUT, тот же DELETE, можно их протестировать в случае необходимости. Выбрать различные реализации веб-клиентов. Указать путь, по которому мы будем обращаться к нашему приложению. Давайте попробуем, допустим, вот к этому примеру обратиться, когда у нас отрабатывает все в пуле. Указать протокол HTTP. Сохраним наш результат. Не знаю, правда, я сразу оговорюсь, я поставил 200 пользователей для данного теста. Боюсь просто, если я поставлю большое количество пользователей, тысяча-полторы тысячи произойдет дисконнект, либо что-то очень сильно подвиснет. Дело в том, что в момент выполнения нагрузочного теста очень сильно нагружается сама машина. Во-первых, требуется немалое количество памяти для J-метра. Немалое количество памяти также потребуется для сервера, поскольку он должен также обрабатывать все эти запросы. Ну, попробуем с 200 пользователями. Я думаю, вы, если есть желание, просто запустите этот пример и поиграйте самостоятельно, создавая свои тест-планы. Запускаем наш тест-план с 200 пользователями, переключаемся в Aggregate Report и видим количество выполняемых запросов бесконечно, а также статистику. То есть, видите, количество сэмплов – полторы тысячи, количество запросов в секунду, трафик, который проходит, количество ошибок. Сразу оговорюсь, этот инструмент очень хорош, но по поводу ошибок. На самом деле, может быть две ситуации, когда вы проверяете ваше приложение и функционал на предмет нагрузки. У J-метра есть особенность, которая связана с тем, что ошибки он может отображать в случае, если ваше приложение не отвечает, то есть происходит дисконнект. А во втором случае он может отображать ошибки в случае, если он не может разобрать результат возврата данных от вашего приложения. Поэтому желательно, конечно, создать запись в лог и на основе полной записи в логе анализировать, почему же все-таки произошли ошибки, чтобы вы не перепутали ошибки самого J-метра, которым не может распарсить ответ, и ошибки вашего приложения, которые действительно происходят по причине невозможности обработать запросы. Давайте остановим наш семплер. И даже этот подход, вот сейчас, кстати, вы видите, после остановки семплера у нас посыпались ошибки. Эти ошибки связаны с аварийным завершением, принудительным завершением 200 потоков, и какой-то из этих потоков или часть этих потоков просто вернула не до конца обработанные данные. Поэтому эти ошибки появились в конце. Даже используя этот инструмент, вы не можете на самом деле в полной мере понять, корректно ли отрабатывает ваша реализация. Дело в том, что асинхронная обработка данных на сервере – это классно, это круто. Она позволяет вытянуть максимум из ваших ресурсов, но желательно еще и понимать, как работают ваши потоки. То есть как они себя ведут, как создается пул, как создается фоновый поток, который в очереди обрабатывает запросы асинхронные. То есть как это все происходит. Поэтому я рекомендую для отладки, для тюнинга, скажем, вашей реализации и проверки ее в условиях более-менее приближенных к реальности и использовать помимо G-метра также механизм профилирования приложения. Механизм профилирования можно реализовать с помощью утилиты Visual VM, с помощью встроенного профилировщика NetBeans, можно реализовать с помощью круиз-контроля, то есть Java круиз-контроля. Профилировщик позволит вам в реальном времени, в режиме профилирования, увидеть поведение вашего приложения и его реакцию на высокие нагрузки. Давайте я сейчас запущу это приложение и протестирую, допустим, функционал, который использует наш фоновый поток. В NetBeans это все запускается вот здесь. Запуск профилирования, включить мониторинг потоков, CPU, память, окей, запускаемся. Так, есть, происходит запуск нашего приложения, подключение профилировщика. Есть, приложение запущено. Нас будет интересовать вот этот пункт. Вы можете, в принципе, посмотреть телеметрию Java-машины. То есть, посмотреть, каким образом ваши потоки, ваша реализация влияет на загрузку самой Java-машины. Что очень важно, вы можете посмотреть и включить режим мониторинга потоков с отображением всех состояний этих потоков в вашем приложении и на сервере, в частности. Давайте попробуем еще раз поклацать, попереходить по этим примерам и посмотреть, каким образом изменятся данные телеметрии при использовании того или иного функционала. Смотрите, допустим, использование Spring. Данные вернулись. Результаты работы телеметрии. Его бы желательно где-то сразу, наверное, пометить было. Сейчас посмотрим еще раз. Выполним несколько запросов, чтобы идентифицировать наш поток. Пока не наблюдаю. Где-то он, видно, проскочил очень быстро. Каталина, старт, стоп, плана. Пока мы тогда это не трогаем. Перейдем вот к этому примеру. Осен Клистенер. Вот мы видим наш поток. Видите? Поток отрабатывает в пуле. Поток номер один. Состояние добавления потока в пул. Зеленая черточка. Рабочий процесс потока. И дальше поток у нас припарковался. То есть он, по сути, закешировался на сервере. Пуля. Еще раз. Второй поток в этом же пуле. Так. Дальше. Несколько раз выполним асинхронные запросы. Не наблюдаю я наших потоков. Где-то они, видно, прячутся. Здесь действительно только что краем глаза увидел в чате подсказку. Действительно, есть плагин для Visual VM. Да. Его можно использовать. Просто для демонстрации я показываю отдельно. Отдельно. Наш деметр. Отдельно встроенный функционал. Уплыванный бинц. Давайте попробуем запустить еще раз наш тест. И мы увидим, что у нас происходит. В качестве контейнера используется Apache Tomcat 8. Вот смотрите наши потоки, которые запускаются при нагрузочном тестировании. Обращаю внимание на следующий момент. Да. Эти потоки запаркованы. Использование подобного функционала требует небольшого тюнинга самой конфигурации контейнера сервлет. А также возможно выбора между различными реализациями работы с асинхронными данными на сервере. Ну а мониторить вы можете. Все у вас визуально. Все работает отлично. Хочу обратить еще ваше внимание на вот такой вот интересный поток, который у нас присутствует. Давайте мы выключим G-метр, чтобы он не мешал нам. Смотрите, у меня есть отдельный функционал, который использует... Использует, использует, использует... Использует, в нашу очередь, единственный поток запуска. Это не наш пул. Сейчас покажу его. Так, сервлет-контект-листенер. Да, вот он. Улатайл-фред. То есть, по сути, это функционал, который запускает один-единственный поток и, реализуя очередь, отрабатывает задачи в той последовательности, в которую они были добавлены. Поток, обратите внимание, запускается, опять же повторюсь, в момент инициализации контекста. Это наш функционал, который называется Asunc Advanced. Вот он. RAD11. Этот поток в нашем профилировщике, вот он. То есть, он у нас находится в режиме сна, он постоянно работает при старте контекста. Все запросы, которые мы выполняем, добавляются в этот поток и отрабатывают этим потоком. При завершении нашего приложения этот поток также будет в принципе. Вот как бы, в общем, то, что касается мониторинга, профилирования и обработки синхронных запросов. Давайте все выключим наш профилировщик, он со своей задачей справился. Так, здесь тоже все завершено. Ссылка в общий чат скопирована. Ну и, собственно говоря, вопросы по тому, что вы видели, можете задавать, потому что у меня с материалом все. Это то, что я хотел показать, касающееся праймлайна, то есть основной спецификации сервлета, а также реализация, небольшой реализации на спринге. Так, где у нас тут чат? Чат, 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 чат. Пожалуйста, ссылочка в чат. Там сейчас нет еще примеров, я их выложу чуть позже. Возможно, сегодня, но может быть и завтра. Поэтому с понедельника точно там примеры будут. Так, если есть вопросы, где вопросы? Давайте я сейчас перейду. Нет, у нас все спряталось, QA. Вопросы. Так. Смешанных методов, аналогичная реализация. Future. Future это немножко не то. Spring MVC объект. Так, сейчас его найдем. Подождите, я найду здесь. Сначала Angular, Angular, Angular. Крамисты из производительности. JavaScript. Это, наверное, не ко мне. JFrame. Евгений, там в окошке QnD есть вкладка My QnD. Да, я вижу My QnD. Да, но у меня здесь просто часть вопросов еще подтягивается, связанных с предыдущим докладом. А. Здесь просто перемешка все вопросы и Angular и все-все-все-все. Так, сделать iFrame. Окей, iFrame. Ну, я так понимаю, вот это следующий вопрос, да, у нас 16.14. Если Interrupt произойдет во внутреннем try, мы можем просто проигнорировать по факту? Непонятно это утверждение, либо вопрос. Interrupt произойдет во внутреннем try. Ну, на самом деле, да. Здесь очень многое зависит от реализации вашего функционала, как вы это реализуете. Не совсем понятен просто он, если Interrupt произойдет во внутреннем try. Где try? Во время выполнения задачи Interrupt произойдет? Не совсем понятен. Ладно, возможно вернемся. В чем основные преимущества SyncListingRap перед ThreadPool плюс FutureTask? Именно в отслеживании промежуточных состояний. Да, на самом деле SyncContext позволяет нам отслеживать промежуточные состояния, причем позволяет, не закрывая поток ответа данных клиенту, возвращать результат выполнения операции. Вы можете опрашивать на сервлете эти данные средствами JavaScript и выводить либо прогресс-бар изменять, либо выводить информацию, статус, все что угодно можете сделать. Скажите, пожалуйста, почему собственный пул потоков лучше, чем пул потоков веб-сервера? Я не говорил, что собственный пул лучше, чем пул потоков веб-сервера. Я просто сказал, что его можно использовать для ограничения вашей реализации количества потоков в пуле. Если вы не реализуете свой пул, не используете подобную реализацию, которую я показывал, тогда вы используете пул потоков сервера. Но в случае отсутствия возможности либо желания конфигурировать сам сервер, его пул потоков, подключать его, будут проблемы с нагрузкой. Я сейчас локально показывал эти примеры, и мы можем наглядно увидеть, сколько памяти занимает. Давайте мы освободим нашу память. Посмотрим, запущен ли у нас сервер. Посмотрим просто в диспетчере задач. Наш сервер запущен. У нас здесь сервер завершился. Да, наверное, при завершении профилировщика завершился сервер. То есть, на самом деле, можно использовать и нужно использовать пул самого сервера. Но можно также реализовать свой сервер. Вывод, что использовать, вам лучше сделать после нагрузочного тестирования. Это более корректный ответ на этот вопрос. Spring MVC объект фьючер понимает. Объект фьючер... Да, почему нет? Фьючер это то, что возвращается в случае запуска синхронной операции с саммитом. То есть, используется для объединения потоков, которые находятся либо в пуле, либо необходимо дождаться объединения потоков сделать. То есть, дождаться выполнения потоков. Но здесь фьючер не совсем как бы относится к возвращаемому параметру MVC. Ну, метода контроллера MVC. То есть, фьючер больше относится к join потоков. Apache Bench не подойдет для тестов? Да почему не подойдет? На самом деле, можно использовать, как я говорил уже и Corel, можно использовать и тот же SIG, который используется для нагрузочного тестирования. Здесь правило очень простое. Используйте то, что позволит вам максимально приблизиться к реальным условиям. То есть, все, что позволяет это сделать, подходит. При использовании Spring как можно сделать вывод промежуточных результатов, если это возможно? На самом деле, синхронный контекст. То есть, Spring в методах контроллера работает с так называемыми AutoWired типами. Вы можете указать в параметре контроллера, допустим, метод httpServletRequest. Spring его заинжектит при вызове метода обработчика контроллера. А из-под httpRequest вы можете вызвать getasyncRequest и получить точно так же можете получить асинхронный поток ответа и возвращать к нему информацию. Давайте перейдем к нашему Spring. Смотрите, у нас есть коллабл. У нас есть аргументы метода. Вы можете здесь передать реквест. Из-под реквеста внутри коллабла вызвать getasync. Потому что, по своей сути, у нас есть метод getasyncContext, который позволяет получить уже запущенный контекст асинхронный. Поэтому, получив реквест, получив из-под него асинхронный контекст, пожалуйста, его printwriter из-под респонса возвращайте промежуточные результаты. Никаких проблем, я думаю, не будет. Может, конечно, столкнетесь с небольшими особенностями реализации, поскольку это асинхронная задача. Но, я думаю, ничего страшного не будет. Возможно ли аналогичная реализация порционной выдачи инфы в респонс на Spring? Это, наверное, больше также относится к предыдущему вопросу, то есть рационной выдаче. Использование асинхронного контекта в обработке возможно. Если на сервере используется не Spring для веб-сервиса от Jersey, применение асинхронных методов тоже даст увеличение производительности при большой нагрузке. Не Spring для веб-сервиса от Jersey. Ну, в любом случае, я просто не работал с Jersey, ничего не могу сказать по поводу Jersey. В любом случае, любая асинхронная задача позволяет увеличить производительность. В любом случае. Ну, насколько это... Ну, я думаю, да, конечно, почему нет. Я сталкивался с асинхронностью в контейнере Tomcat и в Jetty. То есть оба раза были абсолютно позитивные впечатления. Я не думаю, что Jersey какое-то исключение. Чем отличаются состояния потоков? Слиппинг, вейт и парк. На самом деле, это немножко не относится к данной теме. Это относится, в общем, к многопоточной модели. То есть на многопоточной модели, в частности, на стороне сервера существуют различные состояния потоков, которые могут меняться в зависимости от контекста. Поток может приостанавливаться сервером, может входить в режим блокировки. В случае вейта, ожидая нотификации других потоков для продолжения своей работы. То есть я не думаю, что это... Вам проще заглянуть и почитать об многопоточной модели. В частности, от модели многопоточной НИО, не блокирующей, которая реализуется в веб-контейнере, в том карте в частности. И там вы поймете просто, что к чему относится. Это, скажем, более обширный вопрос, который требует уже понимания многопоточной модели и отклонения в сторону. Тем более, кстати, вот маленький момент по поводу отличия состояния потоков. Когда вы анализируете состояние потоков, важно понимать, что в контексте Java-машины в зависимости от версии многопоточная модель периодически дорабатывается. То есть дорабатывается сама модель выполнения потоков и взаимодействия потоков. Поэтому лучше читать о потоках, об асинхронности в привязке к конкретной версии Java. Потому что иначе вы можете, скажем, попасть в очень нехорошую ситуацию, когда вы пишете код, ожидая одного действия, одного результата, а получаете совсем не то, что планировали. В асинхронный поток переменные сессии и страйдлот в локал приходится передавать вручную. Что мы можем получить из анализирующего контекста, кроме респонза? Ну, это вопрос больше уже спецификации самого класса, кроме респонза. Давайте посмотрим, увидим пока, посмотрим, что мы можем получить. То есть, по сути, получение самого реквеста, получение респонза, который используется для асинхронной обработки серверов, запуск какой-либо задачи, реализующей Rumble и добавление слушателя. Больше тут нечего особо делать. То есть, асинхронная задача, она все-таки, хоть и реализована на сервере, но вы должны понимать, что она не является какой-то всеобъемлющей. Она позволяет действительно больше тюнинговать ваше приложение, уменьшить нагрузку, выжать все, что возможно из самого контейнера. Если асинхронность не позволяет вам это реализовать, тогда уже стоит, конечно, масштабироваться. Например, нужно сгенерировать большой pdf, xls, стартуем асинхронный сервлет, чтобы connection... Я не вижу кусочка вопроса, то есть вопрос где-то съелся. Это видно, немножко некорректно мне его передали. То есть, например, нужно сгенерировать большой pdf или xml, стартуем асинхронный сервлет. Что дальше? Александр, подскажете? Я не вижу просто этого вопроса, кусочка вопроса. Ладно, пока месть отпустим. Этот вопрос, вернемся к нему, я думаю. Как делать возврат результатов при помощи спринг-задержками, как вы это делали на сервере? Ну, так же, как я говорил до этого, то есть, просто получить контекст асинхронный и из него ответ, формировать ответ. Если в отдельном фоновом потоке запущена тяжелая задача, а пользователь хочет ее установить по своему желанию, как ее установить? Установка флага Interrupt может не помочь, поток может где-то зависеть. Да, согласен, действительно, установка флага Interrupt, вызов функционала Interrupt не обязательно переживает поток в ту же минуту. Нужно помнить о том, что потоки все-таки выполняются планировщиком и поток имеет некоторое промежуточное состояние, из которых мы не можем явно повлиять на планировщик, чтобы он перевел поток из одного состояния в другое мгновенно. Если же пользователь хочет остановить эту задачу, я думаю, что тогда стоит на самом деле либо каким-то образом передать флаг остановки процесса, обычно это делается через какую-то булевую переменную флаг. Либо в случае веба, я думаю, что не стоит вообще заморачиваться, просто пользователю выполнять дальше свои задачи. Если он прервет выполнение реквеста, потоку некуда будет что-то возвращать, и он завершится где-то в фоне на сервере, то есть не есть какая-то проблема. Если же вопрос, конечно, касался больше принудительной остановки запущенной синхронной задачи, тогда стоит реализовывать флаг, который позволит нам прервать операцию и каким-то образом вывести поток из этого состояния. Не знаю, то ли имелось в виду, но надеюсь, что ответил. Не отвалился. Периодически кидаем несколько символов в response. Наконец, файл сгенерился. Так, 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 это, наверное, продолжение. Так, например, наш... Так, нам нужно сгенерировать больше pdf. Стартуем асинхронный сервер, чтобы connection не отвалился. Периодически кидаем несколько символов в response. Наконец, файл сгенерился. Как отдать его браузер, ведь response уже испорчен. Почему response испорчен? Не совсем понял. Дело в том, что промежуточный результат, response, который является ответом от стерлета, он не является тем же response от асинхронной задачи. Это два разных response. HTTP стерлет response не завершает свою работу тогда, когда завершает работу свою асинхронную задачу. То есть это, по сути, описание вот этого вот функционала. Сервлет отрабатывает асинхронную какую-то задачу, после этого он завершается, и стерлет response уже может вернуть результат работы. То есть это два разных response. Просто стерлет, как бы, асин контекст использует свой асинхронный response, ответ без завершения самого response. Это можно увидеть на примере, ну вот этого примера, наверное, достаточно будет. Вот вы видите, сервер выключен, ничего не видите. Сейчас мы запустим это все, видите. То есть мы выполняем тяжеловесную задачу. У нас response не завершается, но response от асинхронной задачи выдает результат. Вот видите, у нас сейчас response работает. То есть вы можете в асинхронной задаче формировать какую-то XML, а после этого ее вернуть обычным серверлет-респонзом. И все, никаких проблем не будет. Но в крайнем случае, если проблемы будут, вам все равно придется где-то ее, возможно, закешировать, и тогда уже можете отобразить пользователю результирующую ссылку для загрузки, ведь не обязательно ему сразу выдавать в респонзе результирующий файл. Тут множество ситуаций, возможно, множество реализаций. Не совсем понятно, за счет чего мы выигрываем, когда обрабатываются запросы в потоках, которые сами создаем. В запросах все равно приходится обрабатывать серверу. Какая разница, кто отдаст поток? Не совсем понятно, за счет чего мы выигрываем. Выигрываем мы, на самом деле, за счет того, что, во-первых, это наши потоки, а мы можем управлять ими в соответствии со стандартной многопоточной моделью. А во-вторых, мы можем возвращать промежуточные результаты обработки данных на стороне сервера. Типичный пример – это задержки при обработке. Если я попытаюсь вот здесь, в обычном сервлете, допустим, при обработке данных, сейчас покажу где-то здесь у меня был, включить режим, поставить, ну такой себе пользовательская реализация отладки, поставить флаг true и вызвать тайм-аут на стороне сервера, если этот тайм-аут будет, допустим, 5 секунд, пользователь не поймет, что делает наше приложение. Вот он наш, где он тут наш пример. Simple. Запустились. То есть запрос отправлен, результата нет, что происходит – не совсем понятно. Вот наконец-то по истечении 5 секунд мы что-то получили. Поэтому основная задача асинхронной обработки – это разгрузка множественных запросов, скажем так. То есть когда происходит множество запросов к серверу – тысяча, полторы тысячи, своя реализация асинхронности позволяет, во-первых, каждому из пользователей, выполняющих запросов, отобразить прогресс в выполнении операции, а во-вторых, управлять каждым конкретным запросом, выполняемым в отдельном потоке. На Spring можно сделать пул и менеджер для управления пулами. Пул и менеджер для управления пулами. Ну, можно сделать, почему же нет. На самом деле Spring мы сейчас затрагиваем многопоточность, то есть асинхронная многопоточность, асинхронная многопоточность, по сути, в контексте самого Spring MVC. Но посмотрите, пожалуйста, в спецификации Spring, у него есть более продвинутый режим многопоточности, для этого даже отдельно. Что касается пока MVC, для этого есть отдельно реализованный объект, Generic. А что касается бинов, у Spring есть аннотация SUNG, которая позволяет вам запустить асинхронное выполнение метода сервиса. То есть компонент аннотированного сервиса, вы можете асинхронно выполнять и методы сервиса, то есть вашу бизнес-логику также. Какой протокол используется для общения клиента и сервера в асинхронном режиме? Все браузеры поддерживают такое взаимодействие. Очень отличный вопрос, кстати. Да, не все браузеры. На самом деле ситуация специфичная, но связана она больше... То есть используется протокол HTTP, то есть никаких проблем здесь нет, поскольку... Просто почему мы можем видеть промежуточные результаты? Потому что сервер удерживает соединение и возвращает данные по мере того, как они формируются на стороне сервера. Но работа этого подхода зависит от реализации в самом браузере. Я сталкивался с тем, что реализация Safari, то есть браузера Safari, Apple браузера, работает следующим образом. Safari выполняет запрос, потом накапливает результаты, возвращаемые от сервера, по сути таким образом их кеширует. Это особенность рендеринга страниц Safari, и потом их отображают все сразу. То есть в Safari у вас вот этот пример с постепенной выдачей результатов может не отрабатывать корректно. Я не залазил глубоко в реализацию этого в контексте асинхронности для Safari, но задача вот этого примера в принципе показать вам, что можно выдавать промежуточные результаты, которые можно уже интерпретировать JavaScript и возвращать. Safari с JavaScript корректно работает. Поэтому, прежде чем реализовывать подобный частичный отчет в виде промежуточных результатов, возвращаемых в потоке респонза, необходимо протестировать под основными браузерами. В классе AsyncTaskExecutor фред помечен через Volatile. Это обязательно? Да, это обязательно. Если вы не пометите текущий поток как Volatile, тогда в случае множественного старта контекста могут быть, ну не множественного старта, а в случае работы вообще запуска, работы вашего потока могут быть проблемы. Попробуйте ради интереса запустить этот код без модификатора Volatile. Он относится все-таки к многопоточной модели и он должен присутствовать. Реплицируются ли данные, находящиеся в очереди на обработку куда-то, или они безвозвратно потеряются в случае неожиданного завершения приложения? Как вообще удостовериться, что они не будут потеряны задачей, если это крайне критично? Ну, на самом деле, если вам нужно сохранять не отработавшие задачи, задачи, которые сформированы, но не отработали, еще лучше использовать пул. Поскольку я показывал, у пула есть метод shutdown now, позволяющий прекратить добавление задач, находящихся в пуле, дождаться завершения добавленных задач и вернуть список незавершенных задач. Что вы с ним дальше будете делать, это уже личное ваше дело. Вы можете даже их сериализовать и поднять в случае перезагрузки приложения старта контекста, следующего старта контекста. То есть, как вы захотите обработать эту логику, так она и будет работать. В случае же нашей коллекции, я думаю, что стоит, наверное, при уничтожении контекста проверять слушателей, если коллекция не пустая, и мы пытаемся уничтожить контекст перед уничтожением потока, все-таки стерилизовать ее. Все коллекции фрамворка стерилизабл, поэтому, я думаю, никаких проблем не будет. Либо каким-то образом действительно сохранить эти задачи. А, это ответ уже полный, да, я уже кусочек его нашел. Не совсем понятно, за счет чего выигрываем, когда обрабатывается запрос. Это было бы. Какая разница? В примере на спринге можно ограничить количество потоков. Можно ограничить количество потоков. Я не реализовывал этот функционал, но я думаю, что спринг очень гибкая экосистема. Я думаю, что он позволит на самом деле вмешаться в механизм создания фоновых потоков, в которых будет отрабатывать метод колл. Я думаю, что можно все-таки этот механизм полировать отрабатываемые потоки. Но этот вопрос требует уточнения и более глубокого изучения вообще того, как спринг в фоне формирует потоки, которые будут выполняться асинхронно. На этот вопрос не могу ответить стопроцентно, можно ли или нет. Думаю, что можно, но как, пока не понятно. Мне, по крайней мере, не понятно. Можно ли еще раз прояснить принцип работы сервера, который отображал промежуточные результаты? Как выглядят ответы сервера? Есть ли какие-то требования к клиенту? Требования к клиенту – это поддержка стандарта HTTP 1.0.1.1. В сервере промежуточные результаты отображает следующим образом. Давайте еще раз перейдем к нему и посмотрим. Вот он наш сервлет. То есть, что он делает? Стартует асинхронный контекст, добавляет слушатель для мониторинга состояния задачи, устанавливает тайм-аут. Если вы увеличите, кстати, время работы превышающее 10 секунд, вы тогда увидите, как отработает слушатель из-под нашего сервлета. После этого получает из контекста сервлета ссылку на пул и в этот пул субмитит реализацию асинхронной задачи, передавая ей асинхронный контекст. А как раз в этом классе мы будем выполнять в методе run обработку нашего тяжеловесного кода, то есть тяжеловесной задачи. А промежуточный результат будем отображать, извлекая из-под осенка контекста перед данным конструктором по ссылке. сервлет-респонс, getWriter, printWriter. Вот таким образом. То есть, по сути, если вы хотите отображать промежуточные результаты, необходимо использовать printWriter, полученный из-под сервлет-респонса, относящегося к асинхронному контексту, а не к ответу от самого сервлета. Если я правильно понял с использованием спринга, порционный респонс можно отдавать только путем записи его в поток, получив осен контекст. То есть, не получится в таком случае использовать средства спринга для сервилизации объектов JSON и отдавать его частями. Да, я думаю, стандартные средства спринга для сервилизации JSON не получится использовать, но, в принципе, можете попробовать использовать в какую-либо стороннюю библиотеку, например, в Jackson, либо в различные другие реализации библиотеки. То есть, вам придется реализовывать часть функционала самостоятельно, в случае, если вы хотите частично выдавать JSON. Вот, собственно говоря, вроде не пропустил ни одного вопроса. Александр, вроде все вопросы отвечены. Я не знаю, проверьте, пожалуйста. Здесь представлены действительно кучки. Да, Angular. Так, Interrupt в качестве Tunket. Да, вроде все. Основные вопросы затронуты. Код я выложу все-таки, скорее всего, завтра. Поэтому в понедельник можете его слить. Ссылочку я в общий чат скинул. Кому надо, могу продублировать, если нужно. Проект очень легко перевести на другой IDE. Хотя он не использует Maven, но, в принципе, конфигурация стандартная. Я думаю, что никаких проблем с запуском даже другой IDE не должно быть. Кода. Все. У меня на сегодня все. Это то, что я хотел вам показать, рассказать. Если есть еще вопросы, задавайте. В чем отличается состояние потока в этот парк. Парк – это, по сути, припаркованный поток. Это закешированный поток на сервере. Он может быть повторно использован. В случае, если пул потоков сервера посчитает это нужным. Но, если вы хотите разобраться полностью со всеми состояниями поведения потоков, еще и в контексте, допустим, восьмой Java, я очень советую это сделать. Поскольку в девятой Java, которая анонсирована, также происходят интересные изменения. Я бы советовал все-таки познакомиться с многопоточной моделью более плотно. В частности, с работой потоков на стороне сервера. Поскольку контейнер серверов, может, и вполне активно использует неблокируемые потоки. Очень неплохо. Так, что у нас тут со ссылочкой? На коллеге, Евгений, спасибо огромное за доклад. Пожалуйста. До скорых remedых поколения! cells, прま union, перех許 в следующей неделе и게요 Computer.